6 апреля прошлого года сообщение о том, что на грозовой восьмерке произошел сход грунта, сначала не напугало никого. Такое уже бывало, но быстро ликвидировалось. Но, как выяснилось, все оказалось гораздо масштабнее. Оползень разрушил дорогу, едва не повредил железнодорожное полотно и жилые дома. Тогда казалось, что устранять последствия придется многие годы, но, как можно видеть сейчас, ситуацию уже во многом удалось исправить. Ровно год назад в Ульяновске сошел самый большой за полвека Оползень. За те 12 месяцев, что прошли с момента ЧП, здесь многое поменялось. Почти сразу после того, как Оползень остановил свое движение, началось строительство специального укрепления, которое в СМИ окрестили Великой Ульяновской стеной. Достроили его к осени, и теперь оно держит все берега оврага, по которым и спустился Оползень. Благодаря ему к ноябрю прошлого года удалось восстановить движение транспорта по грузовой восьмерке. Как заверил глава администрации города Алексей Гаев, на данный момент движение грунта полностью остановилось, и угрозы ни дороги, ни домам на улице и спуске Минаева нет. Хотя мониторинг склона продолжается. Сегодня методом патрулирования трижды, четырежды в сутки личный состав поисково-спасательной службы путем патрулирования осматривает данную территорию с докладом в единую дежурно-диспетчерскую службу, впоследствии с докладами главе города и главе администрации города. А что же тогда за работы продолжают вестись на склоне? Как объяснили в администрации, это создание системы водоотведения. Можно сказать, еще одного уровня защиты склона. Да и вообще, говорить об окончании работ пока рано. Уже в этом году РЖД начнет укреплять Волжский склон, к которому прилегает участок железнодорожного полотна. Работа будет вестись от путепровода на улице Локомотивной до Императорского моста. А на следующей неделе город администрация начнет работу на улице Кирова, на участке между улицами Третьего интернационала и Пушкинской. Здесь будут строить коллектор, который позволит отвезти воду с улицы Железной дивизии, которая раньше могла течь в сторону склона. По строительству ливневой канализации коллектора планируется к работам приступить с 10 числа начать подготовительные работы. С 10 апреля? С 10 апреля, да. Работы продолжаться будут порядка 40 дней. То есть это уже полностью завершение, полностью будет делаться проколы, восстановление и покрытие по данному участку. Поэтому на этот период дорога будет закрыта для производства работы. То есть это связано уже с технологическими процессами по работе техники. Задумываются в администрации над тем, как благоустроить территорию тела ополосной. Здесь будет сделан газон, а дальше мы думаем, что в принципе здесь сделать, потому что вот на сегодня мы видим замечательный вид, который отсюда открывается на Волгу. Может быть здесь будет какой-то, или ландшафтный парк, либо еще что-то. Сейчас мы, наверное, будем просить вас в том числе, подумать, что можно сделать. Но, как помнится, оползень на спуске Степана Разина был в 2016 году не один. Год назад ожил и оползень на обнажение Милановского. Одно из самых живописных мест в Ульянске тогда стало по-настоящему угрожать жителям нескольких десятков домов. Если до того берег на обнажение Милановского ступал по метру в год, то в 2016 обрыв приблизился к жилым домам на 12 метров. В этом году, судя по всему, обвалится еще часть берега. Но дальше с оползнем в борьбу должны будут вступить рабочие. Единственная проблема, которая у нас была очень серьезная, это то, что данный оползень является не только опасным природным явлением, но еще данная территория у нас являлась особо охраняемой природной территорией, так как те слои, которые обнажаются, они имеют действительно историческую ценность. На сегодня мы провели исследование и статус ООПТ с данной территории мы сможем снять и уже провести работы по ополаживанию и укреплению данного слона. Эти работы у нас запланированы на текущий и следующий год. Однако, несмотря на то, что облазень, скорее всего, остановит, от планов пристения людей из опасной зоны никто не отказывается. По распоряжению губернатора уже в этом году жильцы 37 домов с Перилков, Местостроителей и Брюханова должны получить новое жилье. Потратить на переселение планируют около 230 миллионов рублей. Часть жильцов из опасной зоны уже переселили в новостройки на улице Подробной, куда переедут остальные, станет ясно после конкурса, который проведет администрация. А что же с третьим оползнем, который в прошлом году сошел на Ленинских горках? Это территория, которая была в свое время отведена компанией Ленинские горки для организации берлажного комплекса. Поэтому в настоящее время мы с ними общаемся и работаем. Я думаю, что окончательное решение по благоустройству этого скрона мы будем принимать уже в этом году. Потому что там у нас ведется работа по реконструкции филармонии, ее ремонта. Там, в принципе, у нас ничего страшного не подошло, потому что те кучи земли, которые есть, в принципе, это, наверное, проблемы планировочной группы. Тем временем в Ульяновск окончательно пришла весна. И очень хочется, чтобы она была куда менее беспокойной, чем в 2016 году. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин